Всем доброго вечера! Хочу сегодня на ужин приготовить пиццу пепперони. Как ее готовить вы сейчас увидите, но начнем мы с правильного теста для пиццы. Нам понадобится 2,5 чайных ложки сухих дрожжей, чайная ложечка сахара. Сахар нужен лишь только для того, чтобы быстрее тесто подходило, поднималось, дрожжи начали играть. И стаканчик теплой водички. Заливаем все, перемешиваем и даем настояться минут 10-15. Ну, все зависит от дрожжей, у кого они какие. Нам главное, чтобы начала образовываться пенка, пузырьки, и тогда поедем дальше. Я тут малость отвлеклась, прошло не 10 минут, а минут 15-20. Глядите, как круто у меня поднялась вот эта вот дрожжевая масса, потому что все дело в сахарке и в теплой водичке. И теперь мы начинаем замешивать тесто. Высыпаем муку. Где-то примерно полкило муки нужно будет, но будем смотреть, как у нас будет забирать наша опара в себя муку. Делаем ямочку. Сейчас можно сразу в ямочку, неважно, пару чайных ложек соли. И потихонечку выливаем, чтобы никуда ничего не убежало. И вот так вот все мешаем. И вот на этом этапе, когда уже вроде что-то замешивается, но тесто начинает дико липнуть к рукам, мы в него добавим пару столовых ложечек масла. Сейчас просто, просто нужно хорошо вымесить тесто. Вот, в принципе, колобочек наш готов. Дадим ему полчасика отдохнуть, набухнуть, увеличить в своем размере. Займемся начинкой для нашей пиццы. Вообще начинка очень простая. Это соус, сыр и колбаса. И пепперони, она называется вот так вот эта пицца, потому что она готовится с колбасой пепперони. Но мы начнем с соуса. Для соуса нам понадобятся, конечно же, помидоры. Мы их режем вот так вот, крест-накрест. Вкладываем в какую-нибудь емкость и обдаем хорошенечко кипяточком. Только лишь для того, чтобы нам легко было снять с них шкурку. Порубим петрушку. Сильно можете не мельчить, потому что потом все это дело уйдет у нас в блендер. Режем чесночок. То же самое. Ну а теперь берем помидорки и снимаем с них шкурку. Вот так вот легко и просто мы все это делаем. И тоже их режем, как вашей душе угодно. Измельчаем все. И отправляем на огонь. Ждем, когда наш соус закипит. И начинаем его вываривать до такой нормальной, хорошей густоты. Вот так вот наш соус уварился. Я думаю, что этого будет достаточно, потому что, когда он остынет, он станет еще гуще. Так как я в наших магазинах, к сожалению, не нашла колбасу пепперони, ни истинную, ни мнимую, я взяла хорошую сырокопченую колбаску. И порежу-ка я ее колечками. Колбаска хороша. Оно еще лучше. В любой пицце правильный сыр. И это, конечно же, моцарелла. Не будем мучиться терять на терке. Мы его просто тоненько порежем. Форму для пиццы мы хорошенечко смажем маслом. И за все это время, конечно, тесто уже подошло. Правда, я пока его переносила с теплого местечка вот сюда, вот на муку, оно немножко подсело, но оно вообще классно поднялось. Нам нужно половинку, потому что мы будем катать пиццу на тонком-тонком тесте. А сейчас прикол. Я хочу попробовать сделать это, как делают мастера. Вручную. Вот так вот они крутят. Но я единственное боюсь, что мне мастерства, похоже, не хватает, и образуется дырка посередине. Поэтому извините. Остальное я раскатаю скалкой. И выкладываем нашу лепешечку прямо в форму. И сейчас на наше тесто мы выкладываем соус. Ну вот как-то так. И затем кладем, конечно, наш сырок. Моцарелла. Ну а так как колбаса не пепперони, а пицца называется пепперони, то есть это когда много-много перца, она остренькая, чуть-чуть, прям чуть-чуть, вот так вот сверху присыпаем острым, жгучим красным перцем. И кладем колбасу сверху. Все, отправляем в духовку. Самый главный секрет, тесто очень тонкое, и нам главное, чтобы приготовилось оно. Поэтому ставим на низ духовки на максимальную температуру минут на 5-6. Ну, в зависимости от духовки. Смотрите сами. Глядите, как это круто получилось. Ну, это вообще, это просто шикарно. Ой, я не могу. Давайте бегом врезать. Вот оно. Вот какая тягучая, классная пицца. Вы посмотрите, какой тягучий сыр на нашей пицце. Потому что, потому что это правильный сыр, потому что это правильное тесто, потому что это правильная пицца, это моцарелла. Я не могу взять целиком кусок, это очень горячо. Это реально прям просто обжигает, потому что от колбаски жиров плавится. С вашего позволения, я отчипну кусочек и прям вот так вот. Я это дело попробую. Какие могут быть слова? Так вкусно! Просто сыром захлебнешься, колбаска в тему, тесто идеальное вообще. Не надо его больше зажаривать, оно такое мягенькое, тоненькое. Все шикарно. Кому понравилось это видео, я не знаю, кому оно может не понравиться, потому что, ну, это круто! Это вообще вот так вот круто! Ставьте лайки, пожалуйста! Заходите на канал, подписывайтесь! Всем приятного аппетита! Всем вот так вот! Всем вот так вот круто кушать! Это клево! Это не сложно, это вкусно, это круче, чем в пиццерии. Вот-вот-вот просто 100 баллов из 10! Приятного аппетита! Еще раз! И пока, потому что это надо быстрее есть, пока это все горячее. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!